Итак, также мы можем узнать, что у человека на сердце. Давайте посмотрим место исписания Деяния, 8 глава, 26-38 стих. А Филиппу Ангел Господом сказал, стай и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Горазону. Он встал и пошел. И вот муж Ефиатлиан, Ева, вельможи Хантаки, царица Ефиатки, храйки всех сокровищ ее. Приезжавший в Горазолюб на поклонение возвращался. И Сибир к леснице своей читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и не пристань к святой леснице. Филипп подошел и, услышавшим, что он читает пророка Исаия, сказал. Разумеется, что считаешь, он сказал. Как могу разуметь, если кто не наставит меня, и попросил Филиппу зайти и сесть с ним. А место из Писания, которое я читал, было сие. Как отца велик было на закладе, и как радость, предостерегущий его безгласен, так он не отверзает уст своих уничижений. И вот суд его совершился на родине, кто раздеснет, ибо в землице от земли жизнь его. И Ефиатлиан сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о Сибире или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от силы писания, благоволенствовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они прежли к воде, и Ефиатлиан сказал. Вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить лестницу, и зашли оба ухода Филиппу Ернах, и крестим его. Итак, Лука вообще мастер письма. Я считаю, что Евангелие Луки является лучшим произведением отечественной литературы. И с точки зрения насыщенности, и юмора, и образности языка, и стилистики. У меня даже есть своя теория, в какой последовательности Лука писал Деяния апостола. К апологейски это никакого отношения не имеет. Но теория построена полностью на стилистике. Итак, Лука рассказывает нам историю вот некого этого человека. Значит, Евнух. Что мы о нем знаем? Или давайте начнем. Мы собираемся, значит, с вами заниматься благовестием среди эфиопских евро. Мы знаем, что, значит, они язычники. Мы знаем, что они люди служивые, на службе находящиеся. Что мы им будем рассказывать? Евнух. То есть все то, что здесь происходит, происходит совершенно неправильно. То есть если бы Филипп разрабатывал стратегию благовестия Евнуху, эфиопским, то ничего подобного, значит, не произошло. Но происходит все совершенно, как казалось бы, совершенно неправильно, совершенно так, как не должно быть. Вот. Дело в том, что случай особенный. Давайте мы пытаемся разобраться, что нам известно об этом человеке. Вот у вас Библия открыта. Аем, да? Аем, да. Он убил, а не из Иерусалима, да, назначался. Чтил Бога. Да, значит, он чтил Бога. Купил себе вот этот свиток. Купил себе свиток, хорошо, да, уже, хорошо. Ну, не вот этот, побольше, наверное, с Исаевичем, побольше свиток был. Грамотный. А Исаи, я там говорил, где-то там есть Исаи, то, что там Евнухи там. То есть не просто грамотные, по-еврейски еще читать мог, да? Хотя хоть и самая филопом является, а умеет читать по-еврейски. Или в край... Скорее всего, по-еврейски вряд ли у него был свиток Септагинты. Потому что Септагинта не свитками была, а уже книжками. Вот. Ну и то, что он Евнух, мы тоже знаем, да? Хорошо. Каков его был социальный статус? Министр филансов. Министр филансов, на самом деле, одновременный премьер-министр. То есть, очень интересное у него сочетание. Винможен. А? Написано Винможен Кондакия. Да, хорошо. Кондакия, это звали ее так? Винможен. Странная профессия. Ну, это ближе всего, это ближе всего к правильному ответу. Значит, Кондакия, собственно, это по-еврейски значит, значит, вот это вот положение, мать царя. Дело в том, что и филопы считали, что царь, царь это бог, поклоняли царю как богу. Вот. И высшим лицом в царстве был царь, который одновременно был, значит, себе сочетал власть божественную, небесную, власть земную. Ну, а понятно, богам заниматься земными делами не пристало, да. Вот. Поэтому, значит, всю практическую власть земле, практической властью обладала Божья Матерь. То есть, тот, кто родил бога. То есть, сама идея тоже, в общем, довольно не стара. То есть, родивший бога, но имеет некую власть, таким образом, от богов получаемую. И обладает, вот это вот, Кондакия, собственно, это слово и обозначает. То есть, мать ныне действующего бога, вот, и обладающая реальной властью в стране. Но, значит, при этом, естественно, что сама она всеми делами заниматься не будет. У нее есть вельможи, но мать Божья должна быть вне подозрений. Поэтому, значит, этим вельможам приходится проходить хирургическое вмешательство в личную жизнь. Вот, и в той культуре, понимаете, в нашей культуре отношение к евнухам такое пренебрежительное. Потому что наша культура уже воспитана на Библии. А Библия воспитана на еврейском законе. В той же культуре стать евнухом – это было честь. То есть, человек ради страны, ради служения высшей ценности своей страны отказывается от личной жизни. Вот, и имеет, значит, занимает то положение только на основании вот этой жертвенности, на которую он способен. Вот, такова была там культура. Но мы узнаем, что этот человек достиг самого высшего уровня на лестнице социальной, которая в его стране может достигнуть простой смертной. То есть, не из царей, не из богов. Он занимает наивысшее положение. По сути дела, у него власть и финансовая, и экономическая над всей Эфиопией. Но при этом он, мы читали, значит, что он посещает Иерусалим на поклонение. То есть, придя к власти, он еще читает всякие интересные книжки. Скорее всего, он начинал читать по-гречески. Потому что, для Александрийской этой библиотеки, если вы помните, делался перевод Ветхого Завета на греческий язык. Септуагинда. Но так иначе, он приходит к вере в единого Бога. Как он пришел к вере в единого Бога, на горелика мы не знаем. Возможно, что по книжкам. Может быть, нет. Но проблема-то в том, что придя к вере в единого Бога, он сталкивается, изучая закон Божий, он сталкивается с одной проблемой. А Израиль понятие не этническое. Израиль понятие духовное. То есть, всякий иноплеменник может стать израильтянином, если он признает единого Бога своим Богом. Но есть исключения. И этим исключением являются Карас Евнухи. По закону Моисееву, Евнух в Израиль войти не может. То есть, этот Евнух, он очень сильно напоминает нам нас самих. То есть, когда мы не веруем еще в Бога, мы стремимся за ценностями этого мира. И делаем то, что люди в миру посчитают нормальным и зачастую даже почетным. И когда мы приходим к Богу, то мы с ужасом узнаем, что то, что нам казалось правильным, именно это нас от Бога и отдуляло. Так и он узнает с ужасом, что то, что ему казалось почетным в своей стране. И правильным теперь навсегда ему закрыло вход в жизнь вечную. Самство Божие. Теперь, хорошо, он возвращается, на поклонение он все равно ездит, хоть это тоже высшая степень смирения. Он знает, что никогда не станет частью Израиля, но на поклонение он ездит. Возвращаясь, он читает Исаию. Ну, это такой какой-то мелковатый Исаия у них здесь в кино. Вот. Он представляет, что представлял свиток Исаии. Свиток тогда к нему попал. То есть, он что, пошел на книжную тучу перед, съев дорогу почитать что-нибудь. Да? Из Марининой чего-нибудь. Не было? Пришлял Божий Исаии. Да. Богатый человек. Ну, богатый был, понятно, спору нет. И свитки-то дорогие были. Вот. Единственное место, где он мог взять свиток Исаии, это в синагоге. И свиток был дорогой, но для того, чтобы свиток Исаии сделать, нужно было целое стадо барашек зарезать. Как на нем только материал. Вот. И нет свитка Исаии, нет в синагоге. Потому что это центральный текст для чтения. Вот. Самое большое сокровище. Если что-то случается, раввин первым делом выносит из синагоги свиток Исаии. По тревоге. Вот. Вот. Если вы видели там фильм «Скрипач на крыше» или «Список Шиндера», где вот евреи срочно покидают место. Раввин первым делом бежит в синагогу, открывает, значит, хранилицу. И на плечо этот свиток Исаии, значит, его выносит. Вот. Как мог какой-то, значит, начальник синагоги продать свиток Исаии от синагоги, продать его, причем продать не израильтянинам и народцу? Еще и европу добавился. На гроши. Да. То есть, вывод один. То есть, не просто за гроши, а за очень большие гроши. То есть, он наверняка этому начальнику синагоги сделал предложение, от которого тот не смог отказаться. Вот. То есть, заплатил, наверное, столько, что тот не только новый свиток Исаии может заказать там песцам, а новую синагогу построить. Вот. То есть, он не пожалел огромных денег. Что же, если ему нужен был сувенир просто? Что он не купил там чуть поменьше? Там Авдея какого-нибудь, Авакума там. В Исаии надежда есть. Совершенно верно. Именно в Исаии содержится благая весть для европы. И именно этот текст читался на празднике, он его услышал. Что настанет время, когда уже и европ не скажет, я бесплодное дерево. Вот. И для него, то есть, он подобен вот этому самому купцу, который нашел такую жемчужину, в сравнении с которой все остальные жемчужинами не являются. И он не жалеет, он готов продать все, он не жалеет ничего, лишь бы вот купить именно этот свиток. И вот эта дорога, жара, тряска. Тут еще повозка конная. Само слово не говорит об этом конкретно. То есть, могла быть конная повозка, а могла быть еще повозка, которую рабы, значит, у камень несут с тем же успехом. Тряска, жара. И, значит, читали тогда вслух, значит, это самое... И, несмотря на эту тряску жару, он не может дождаться доехать до дома. Он пытаясь... Доля поперек перечитывает, пытаясь разобраться. Когда же это будет? Доживет ли он до этого? А может, это уже произошло? Не упустил ли он это? То есть, вся его жизнь где-то зашифрована в этом списке. И когда вдруг появляется, откуда ни возьмись, Филипп и спрашивает, ты хоть понимаешь, что ты читаешь? Да как же я... Если в другой ситуации он бы сказал, что ты меня хамишь, то в этой ситуации, да как же я могу понять, если мне никто не объяснит? Филипп, значит, поднимается в эту повозку. Могу себе представить, как крякнули рабы, которые, значит, ее несли при этом. Вот. Большая им радость привалила. Вот. И он, начиная от того места, где он начинает, ему объяснять. Но откуда Филипп-то знает, с чего начинает объяснять? Ну, Бог открыл от хорошего слова. То есть, Бог нам всегда открывает. Иногда Бог нам открывает совершенно неожиданные пути. Мы-то ждем, что небо развержнется, да, и глаз прозвучит оттуда. Там, ты почему проспал урок? Вот. Может, просто будильник сразу включится. Вот. Итак. Есть одно ключевое слово. Ключевое место в этом месте, в этом писании, на которое мы не обращаем внимания. Деяние 8.35. Филипп отверз уста свои. То есть, оказывается, что всю эту дорогу до вот этого момента Филипп молчал. Он не разъяснял, как и наш современный благовестник, подойти сразу, вцепиться и начинать рассказывать. Он слушал. То есть, Филипп слушал. Он пытался разобраться, в чем же проблема у этого объявлена, в чем же, что же и какие же именно ответы он ищет. И когда он это увидел, тогда он только тогда отверз уста свои и начав от всего Писания благовествовал ему об Иисусе. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Благовестие – это не искусство говорить. Благовестие – это искусство слушать. И потому наши многие методы массовых юридизаций обречены, потому что они слушание не включают по определению. Понимаете, наша задача – собрать как можно больше людей и втюрить им, значит, нашу идею. Вот. А для того, чтобы человек тело слышал, надо с ним вместе жить. Надо вместе с ним там снег разгребать. Вместе с ним близких хоронить. И не только его близких, но и своих. Чтобы он в этом видел. Знаете, что для многих неверующих христианские похороны являются лучшим свидетельством веры. Потому что если брать свадьбу неверующих, то это происходит нечто непонятное, из которого все пытаются выдавить какой-то восторг. Вот. Всем понятно, что невеста уже давно беременная, значит, что в отношениях это изменит – непонятно. И опять же непонятно, что все знают, что в любой момент штаб в паспорте не будет помехой, чтобы человек свалил. Вот. И задача только – накачать себя эмоционально или алкогольно, чтобы хоть какое-то значение все это получил. И когда неверующие очень четко чувствуют, когда видят, что у верующих похороны проходят веселее, чем у неверующих свадьб. Потому что за скорбью прощания у верующих стоит реальная живая надежда. А у неверующих за этой напускной радостью свадьбы – полная безнадега. Вот. Никто не знает ни где жить будут, ни там чем кормить детей, ни… То есть, ну полностью все это напускное непонятно. Вот. Нужно с людьми делить жизнь. Как он делил жизнь Павел с людьми, становясь для каждого таким, как он. Как разделил с людьми жизнь Иисус. Упод во всем, не почитая хищением быть равным Богу, он во всем уподобился человеку. То есть, наша задача – не говорить, а слушать. И только когда мы услышим, когда мы поймем, в чем же проблема, где эти твердыни. Ведь неверующие… как неверующие с истиной поступают? Писание говорит совершенно однозначно. Римлянам 1.18. Он подавляет истину неправды. То есть, не то, что он не знает истины. Все, что можно знать о Боге, известно ему, Бог явил им. Да? Потому что все свойства Бога человеку видны уже через рассматривание творений. И люди, которые говорят, что о Боге никогда не слышали, Писание говорит, безответны. Очень хорошее слово по-гречески «анапологетос». То есть, у них апологетики нет для этого. Проблема в том, что у нас сегодня верующие безапологетны. Потому что они не знают, как рассказать, почему они в это верят. Они не могут сказать, как Павел, я знаю, в кого я верю. Я не поверил, потому что мне это понравилось. А я просто знаю того, в кого я верю. Ну вот. И если на первом этапе, что в Евангелиях, что в истории церкви, что в нашей жизни. Сначала мы видим, что делает Иисус, и верим в то, какой Он. Кто Он. А потом уже, потому что мы знаем, кто Он, мы верим в то, что Он может сделать. То есть, сначала мы знаем, что Он делает, и поэтому мы принимаем, кто Он. А потом мы верим Ему, потому что мы знаем, кто Он. И Павел говорит, я знаю, в кого я верю. Вот эта апологетика, это понимание, во что мы верим, почему мы верим в это, дает реальный фундамент. И вот. Но мы не сможем с человеком поделиться, пока он подавляет истину неправды. И подавляет Ее. То есть, начинать надо сказать, что всякий человек знает истину. Но всякий человек имеет свою неправду, которую он ее подавляет. И для того, чтобы защитить себя от этой истины, Писание говорит, человек строит твердыни в сердце своем. И наша задача – это эти твердыни сокрушать. Но если мы не выслушаем человека, больше не знаем, что у него за твердыня. Твердыни-то могут быть самые разные. Может быть, какую-то ошибку, которую он сделал в прошлом, и не может себя простить. А может быть, наоборот, какой-то грех, от которого он не хочет отказаться. А может быть, то, что ему в школе мозги промыли, что человек от обезьяны произошел. Вот. И Бог в это совершенно не вписывается. То есть, надо найти эти твердыни для начала. Если мы их не знаем, то мы, соответственно, и не будем способны давать урожай. Мы будем сеять на асфальте. Если мы не знаем, какие убеждения, кто он по нашей этой шкале – Эллен или Иудей. Это не самое смешное. Самое смешное, что очень часто к верующему человеку подходят люди и начинают рассказывать о Боге. Им даже не интересно, верующим или не верующим. У них задание. Нужно с каким-то людям рассказать о Боге. Вот. И потом, когда скажут, что слава Богу, я с вами совершенно согласен. Они в полном шоке и не знают, что дальше делать. Потому что дальше делать с неверующим – у них есть инструкция. А что с верующим дальше делать? У них же сценарий на руках, а реплики как-то не сходятся. Бортация. Да, непонятно. Бортация. Или говорить, а в какую свеки вы ходите? Начинают, значит, тогда заниматься уже другими вещами. Ах. Врюки. Ах. Всё. Всё. В этой цепи. Продолжение следует...